Как? Как все началось? Да, оно и не кончалось-то никогда. У них с пастором издревле война была, втихую, конечно. Пастора-то Господь чего оставил на земле? Чтоб Господа-то и дожидался. Раньше никак ему нельзя землю-то покидать. А Кулия, того ж Сатана оставил тоже, враг рода человеческого. Хитроватый, вороватый продаст, купит. Да не очень, удобствя приемник Сатанаиловский. Что не купит, все с гнильцом. Что не продаст, так в долгах останется. Так, с Кулием все ясно. Что ж ты, павликий-то, ни божеской миссии не имеет, ни дьяволовской. Ан есть все-таки. Сам Иуда посвятил преподобного. Иудушка-то и крестил, и ризы свои подарил царственные, которые только в неком царстве-государстве ризами зовутся. А так, грязью, вроде как обмазанный. Миссия Иуды на павлике. Тоже непростая, хоть и более позорная. Да кто ж не без греха. Завелся как-то в подполе паук ядовит. Зыркает и слюни плюется, шипит, как тварь. Обнаружили, когда по нужде пошли. Вроде всегда ходили и не видели. Паука-то не видали. Столько лет ходили, да там еще ворох в умах из-под нужника. Да кто же ты их куда выкидывать будет? Да и летом лежат, и зимою, годами лежат. Но ясно, что тварина какая-нибудь тут заведется. Может, Иуда и подослал в начале паука, а потом мысли убийственные. Испугался павлике, испугался тварину. Припаскудную. Но мысли свои пуще испугался. Лишить жизни пастора, чтоб не дожил до пришествия. Чтоб кулий распоясался, опутав купли-продажи и всемирным надувательством землю. Чтоб самому гоголем птицей ходить важной фигурой и обозначить себя. Чем больше мечтами распалял себя преподобный, тем более адскими становились сны его. Мерещился ему пастор в гробу, мерещились диаконисы блаженные в объятиях холодных, трудных. Покусился даже раз на запрет данный себе не притрагиваться к срамному уду, кроме как по нужде, яростно теребил в кулачища червя своего живородного. Кулак мокрый вдруг сделался холодный, как себя в мертвых хватках держал. Ни капли живородящего в тот вечер гуд срамной не выдал. Лишь макарда какая-то обнаружилась, будто жаба изнутра через гуд плюнула, как со смертью поблудодействовал. Но будто дух, какой пастору подсказал, не ходить в подвал по нужде, не смотреть полку ядовому в глаза, отвел дух мщения Иуды Павликия. Рано еще, не все беззаконие еще исполнилось, позже и будет время пострадать, тогда вступит Павликия в сговор с властями и слезняками. Те-то смеются над несчастным, покранительство свое посулят, попросят по закрыжовникам понаблюдать, не на даче ли у себя пастор. А то же встретить пастора до чашкой кофе в лапы слезняков его передать. Но это совсем другая история, о которой предстоит еще всем неразумным услышать. А разумных к тому времени даст Господь уже не будет. Да вот картинки-то есть, где место Голгофы было приготовлено. Можно посмотреть, только зырки не проглядите, а то тот паук у вас в головах заведется, как вот еще старые люди говорят, будто кошки могут, жабу нашептать в голову. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok